Здравствуйте, с вами снова Коутон и это гайд по ренгару. В этом гайде вы, скорее всего, не увидите что-то сверхъестественно новое и инновационное. Ни в коем случае. Все, что было сказано о ренгаре, было сказано сотни и тысячи раз. А плейстайл за ренгаром практически не поменялся. Комбы ренгара все были уже показаны на ютубе. Но, тем не менее, что я вам могу сказать по ренгару в моем исполнении. Ренгар в моем исполнении очень эффективен. Это доказывает стата, которую я сделал в рангеде после патча 5.10. У меня за ренгара сыграно 17.1 и вот вы видите этот луз. Смысл в том, что этот луз был дабл джангл. Да, в моей команде была джангл Нидали, я играл за джангл ренгара. Это была сложная игра, где все троллели. Ренгар это персонаж, у которого есть бесконечное количество возможностей закеррить игру. Его билд практически всегда один и тот же. Единственное различие в сборке. В остальном же ренгар это лучший вариант для того, чтобы поднимать элла в текущей мете. Научитесь играть на ренгаре, вы точно поднимете эллу до определенного момента. Окей, давайте начнем. Я начну с самого банального и самого важного, наверное. Это руны Мастерис. Я скажу так, у меня две страницы на ренгаре, обе страницы очень эффективны. То есть я их беру в зависимости от сетапа. Первая страница называется Renger Magic Resist. Здесь все весьма банально. То есть страница Attack Speed Quinty. Здесь только ваше предпочтение. За ренгар можно брать Flat VAD, можно брать Armor Penetration, можно брать Attack Speed. Большинство людей берут Flat VAD, я предпочитаю Attack Speed для зачистки леса. И в принципе в тимфайтах это не так уж и плохо. Красные у меня, вот здесь довольно-таки уникальная страница. Красные у меня, сколько их тут, 6 на Armor Penetration, чтобы было 7 и 7 армора. У большинства джангл-крипов 9 армора плюс вот этот вот талант на 6 Armor Penetration дает нам то, что 7 и 7 Armor Penetration вам дает практически true damage по джангл-мобам. И 3 на Flat VAD. Желтый у меня Armor Level 4 штуки и 5 на HP Level. И синий в этом билде у меня на Magic Resist Level. Для чего нужен этот билд? Этот билд подразумевает то, что вы пойдете в Cooldown Reduction ботинки и за счет этих Cooldown Reduction ботинок довольно-таки быстро добьете количество Cooldown Reduction до 40%. Там с 3 артов, насколько я помню, учитывая ботинки. Билд очень хорош, дает гигантское количество девстатов, которые нам помогут. Я, кстати, вам покажу клип, в котором эти девстаты, мне кажется, мне спасли жизнь. Мастерис, то есть... А, нет, давайте посмотрим еще страницу с Cooldown Reduction. Страница с Cooldown Reduction. Что это за страница? То есть здесь совершенно без изменений. Насколько я помню, здесь 5 Armor желтых и остальные на HP Level. Красные такие же, квинты такие же на Tag Speed, а синие у меня здесь на Cooldown Reduction. Против кого я беру вот эту страницу? Я беру против Full ADS этапа, где мне не нужен Magic Resist и собираю Ninja Tabi. Да, на Ringer очень хорошо, кстати, Ninja Tabi. То есть у меня, в принципе, две такие страницы, которые я использую на Ringer. Скажу так, вот эту страницу я использую гораздо чаще. То есть с Magic Resist, потому что сейчас метов, в которые очень много Magic Damage. То есть частенько вы увидите даже Double Ability Power Damage дилеров или Трипл, учитывая там Jungle Needle, Jungle Evo. То есть сейчас много Magic Resist, поэтому вот эту страницу я использую редко. Она не обязательно. Мастерис здесь довольно-таки тоже банальная. Я использую вот такую страничку. Многие не берут Enchanted Armor и идут в One Yielding. Но я считаю, что без Bladed Armor уж больно печально чистить лес. Обязательные таланты, которые нужно брать, естественно, это Double Edge Sword. Sorcery очень желательный. Обязателен за Ringer'a Batcher. Просто обязательно. Он ему дает слишком много дамага в лесу. Слишком и еще раз слишком. То есть на Q дается дамаг, на импрунутую Q дается дамаг. Вы очень много авто тачите в лесу. Плюсы на E еще дается дамаг. Batcher обязательно. Естественно, инвестиционер Dangerous Game. Spellwing, Bladewing некоторые не берут. Лично я предпочитаю их брать. Причем оба. Так как вы их стакаете оба практически инстантом. И, естественно, Devastating Strike, Warlord на 1 и Havoc. То есть довольно-таки банальная страница. То есть такая у многих и про игроков идет. Практически такая же. То есть некоторые не берут Unchanted Armor, берут Recovery. Некоторые не берут вообще Blade Armor. Идут в Unyielding. Я с этим, честно скажу, не соглашусь. То есть со страничками Rune Masters мы определились. Теперь мы пробежимся быстренько по обилкам Ringer'a. То есть чтобы вы понимали, как это работает. Потому что буквально на днях мне человек рассказывал, что за Ringer'a ни в коем случае не нужно собирать быстрый Last Vista. Лучше идти в Phantom Denser, потому что криты на Ringer'a божественны. И здесь многие допускают гигантскую ошибку. Сейчас я вам покажу почему. Но давайте быстренько по базовым статам. У Ringer'a фантастические базовые статы. У него высокий, реально высокий для Ассасина ХП. Хелс Реген ужасен. Ну как бы Хелс Реген это не особо. Ну стат, который поможет вам в Тимфайте. У него высокий стартовый АДН, но безумно низкий прирост. Ну поверьте, это будет неважно. Очень, очень и еще раз очень хороший Атак Спид. 0,679 это один из самых высоких Атак Спидов в игре. Учитывая, что у вас есть свой стероид, там квинты я предпочитаю на Атак Спид, это прекрасно. Выше среднего армора и есть прирост Magic Resista. Moomenspeed тоже довольно-таки высокий, плюс к этому еще пассивка, о которой мы сейчас прямо поговорим. Пассивка, я думаю, вы все знаете, что у него за пассивка. Это прыжки из кустиков или из стелса. Что же такое еще у него за пассивка? У него когда-то был тринкет, вот этот бонтус на класс, когда-то мы его вообще покупали. А сейчас же это его, опять же, пассивка. При трех трофеях, то есть это или килл, или ассист вам дает трофей. Вы получаете 25, плюс 25 Moomenspeed while out of combat, или, ну, то есть вне комбата, или же вы когда в кустиках. Три стака очень и очень важны. То есть, если у вас будет три стака, вам будет гораздо проще ганкать. То есть, гораздо, несоизмеримо проще. Ну, представьте, вам дадут еще один ботинок. Естественно, приятно. Плюс к этому нужно понимать один момент. Ringer это персонаж... Сейчас немного вернемся, так сказать, в целом к Ringer. Ringer это персонаж, который... Он... У него нереальный потенциал кэрри влете. Вы можете играть 0-20, да? То есть 0-20-20, собрать этих 20 трофеев, А потом просто уничтожать все, что только можно, можно в фулл-слоте, да? И выиграть своей команде игру буквально один человек. Но плюс к этому, против Ringer многие финишат игры буквально за, там, 15-20 минут, Когда он не наберет ни шмоты, ни киллов, ни ассистов. И он ничего сделать не сможет. У меня была игра, на самом деле, за последние вот игры, может быть, 30 за Ringer, 25-30 игр, за Ringer, была игра, которая... Я играл 0-0-0 на 15-й минуте. То есть на 15-й минуте у меня не было ни одного килла, ни одного ассиста. Это было просто ужасно. Я открывался, то есть я по кулдауну использовал ульту, И люди из него выпрыгивали, выфлешивали, там были контрганки, еще что. Да, я не умирал, но я не получал киллы. Мне играть было нереально сложно. Тем не менее, получив в каком-то там тимфайте рандомно пару киллов, Я сделал статуу али от 10-1 и всех убил. То есть это Ringer. Ну так вот, трофеи, за 3 трофея, то есть 3 килла и для ассиста, Вы получаете 25 мумент спида, что вам очень позволяет лучше ганкать. При 6 трофеях у вас прыжок плюс 125 рейнджа, При 12 трофеях еще один прекрасный бонус. Длительность ульты станет на 5 дольше, на 5 секунд. И 20 трофеев, то есть это последний бонус, как правило, игры, кстати, до 20 трофеев. Да, доходит, но не всегда. У вас еще больше мумент спида в стелсе будет. И вы будете влетать просто. Знаете, это в лейте просто Ringer из ниоткуда появляется. Вот это вот именно вот такая ситуация с этим стрелоза хантом. Так, кушка. Вот почему на Ringer обязательно собирать Armor Penetration, Обязательно собирать Last Whisper. Ку Ringer работает следующим образом. У вас есть автоатака, то есть автоатака дэмэдж с автоатаки, плюс добавляется сверху 30-150, в зависимости от левела, и еще, тоже в зависимости от левела, плюс общий AD 20% от вашего общего AD. То есть довольно-таки приличный, кстати, скил. Если так подумать, учитывая, что там на кукулдауна вообще нет при Капиклдаун редакшны, и вы его спамите как сумасшедший. То есть смысл в том, что ваша автоатака, да, она сильная. Но вот этот вот бонусный дэмэдж, особенно в мидгейме, он просто неадекватен. Даже с простой ку, я не говорю про импрованную ку. То есть собирая Last Whisper, ваш дэмэдж увеличивается, ну в прямом смысле этого слова, в два раза. Ну, естественно, не в два, но там 40% этого Armor Penetration. Я думаю, я честно думаю, что на Ringer Armor Penetration это самый важный стат, ну, среди всех персонажей в League of Legends, я честно, я не знаю, наверное, ни одного персонажа, на которого так важен Armor Penetration. Импровнутая кушка это вообще сумасшествие, это просто сумасшествие. Вы получаете не 30-150, а 30-240 увеличивается скил до 50% общего AD. Плюс к этому вы получаете бонусный атак спид и бонусный атак дэмэдж 10% атак дэмэджа. А вы используете, учитывая, что вы из стелса, когда вы выходите, вы, как правило, используете две импрованутые кошки. Я это вам покажу в клипе, кстати, позже. То есть вы получаете совершенно неадекватные приросты дэмэджа. И Last Whisper этот дэмэдж вообще делает сверхъестественно. Battle Roar. Прекрасная обилка. И смысл этой обилки заключается в том, что она делает ренгера очень затанкованным. Многие считают, что ренгер это чистейший воды ассасин, на которого там не нужны ни джетаби, ни нужен орандуин. Да, как правило, в большинстве игр это не нужно. Тем не менее, ренгер сверхъестественно скалируется от армора, мэджик резиста и, в принципе, даже хп. Ну, лучше армора и мэджик резист. Во-первых, вы получаете приличное количество армора и мэджик резиста. То есть сколько? Вы получаете 10-30 в зависимости от лава. И 5-15 дополнительно за каждого чемпиона, которого вы ударите, или большого моба. То есть представьте ситуацию, когда вы открываетесь, используете вэшку, например, скажу по-троим. То есть это стандартно, когда вы открываетесь и по-троим используете. Вы нифига получаете 75 армора за счет импоуэра от армора во второй ветке, вы получаете еще 5% сверху и получается 80, да, где-то. 80 армора, там 80 мэджик резиста. Спасибо, вы танк! Вы внезапно становитесь за счет вашего атак спида очень высокого стартового значения мэджик резиста, армора и хп, вы становитесь танком, когда вы открываетесь. В этом был прикол. Лейтгейм ренгер, он неадекватен становится. Импровнутый, у него такая же система, только он еще и хилит максимум на 500 хп, но, как правило, хил, если вы хотите хилиться, проходит где-то в лейтгейме на 350-450, то есть где-то так. А что нужно знать, он тоже дает вот этот бонус армора и мэджик резист, но вы два не можете получить одновременно. То есть, если вы использовали сначала простой батл ровер, использовав улучшенный батл ровер, вы не получите двойной армор и мэджик резиста. Это вообще был самый сильный персонаж в League of Legends. Играл бы один в пять. Бола максится, кстати, вторым. Некоторые предпочитают максить батл ровер, вторым я нет. Я считаю, что Бола лучше. Макси. Вторым как-никак больше дается дэмиджи, плюс к этому вы получаете армор пенетришн, и дамага становится еще больше. Бола прекрасный арт, безумный слоу, то есть, на первом ранге дает 60% слоу на 2,5 секунды, потом дает 80% слоу на 2,5 секунды. Очень хороший дэмидж, импроводнутая Бола, рутит цель на 1,75 секунды. В принципе, импроводнутая Бола, это именно то, что вы должны делать на протяжении большей части игры. То есть, да, в гиперлайте вам нужно будет использовать импроводнутую куну, я сейчас буквально к этому подойду. И ульта очень высокий кулдаун, 150, 110, 70 секунд, поэтому на ренгар нужно очень быстро собирать кулдаун редакшн, дает вам стелс в начале на... Сколько он на секунд? Вроде на 7 дает. На 7 секунд, да. На 7 секунд, когда вы получаете 12 стаков, получаете стелс на 12 секунд. 12 секунд это очень долго. Даже 7 секунд, как правило, хватает, чтобы дойти до цели и выпрыгнуть. Вы получаете бонусный movement speed, опять же, еще за счет пассивки вы получаете дополнительный бонусный movement speed. И когда вы выходите из стелса после прыжка, вы получаете еще бонусный movement speed 25, 35, 45%, и вы получаете сразу 5 стаков феросити за 5 секунд. То есть, вы спамите обилки, получаете еще феросити, спамите еще обилки. То есть, в целом, как это получается? Вы открываетесь с импровнутой обилки, то есть, или с Q, или с E. У вас сразу становится 0 стаков. Вы в прыжке получаете еще как бы 3 обилки, потому что вы их используете, и получаете еще сверху 5. То есть, в целом, вы можете использовать в идеальной ситуации до 3 импровнутых кушек. За счет этого в лейтгейме ренгер просто монстр. Сейчас я вам покажу сборку на ренгере, после этого я вам покажу некоторые клипы игры за ренгера. То есть, сборка за ренгера, это у нас здесь есть, в матч-исторе, сборка на ренгере всегда, в моем случае, одна и та же. Сейчас я объясню, какие же могут быть исключения и вариативности в сборке ренгера. Во-первых, это ботинок. Естественно, это или cooldown reduction ботинок, или это Ninja Tabi. Mobility я тоже иногда беру, но все же предпочитаю cooldown reduction ботинок, или Ninja Tabi. Почему я не люблю movement speed ботинок? Я считаю, что ренгер, если вы научились играть, то должен именно играться с каким-то боевым, так сказать, ботинком, или кдр ботинком, для более часто ульты и более часто спа-мобилок. Если вы берете Mobility, да, вам будет проще ганкать, то есть, заметно проще. Если вы начинающий игрок на ренгере, я, наверное, все же вам посоветую взять Mobility. Но как только вы начнете лучше чувствовать этого персонажа, сразу переходите на какой-либо, ну или на Ninja Tabi, или на кдр ботинок. Следующий момент, который различается, как правило, у всех и вся. Собирать джангл итом, или не собирать джангл итом, и какой джангл итом. Сначала расскажу, какой джангл итом. То есть, имеется ввиду фиолетовый, синий или красный. Большинство берут фиолетовый итом для более простой зачистки леса и для, ну, в целом, более простого джанглинга. Да, я то же самое сказал. Имеется ввиду, быстрее и на высоком количестве хп. Да, я в этом вижу смысл. Я честно скажу, я тестил, прекрасно работает, зачистка леса становится гораздо проще на высоком количестве хп. Вы не думаете использовать вам смайт или нет, вы его просто спамите. И это круто. Тем не менее, я все же предпочитаю синий смайт для лучших тимфайтов, для лучших ганг варлигейме. То есть, чтобы, например, вы гангаете бутлейн, забрать не один килл, а два килла, замедлить вторую цель. И чтобы цель даже не думала эскейдной. Синий смайт, как правило, мне дает за игру два-три килла. То есть, учитывая, что у меня 14 киллов, даже здесь, если так посмотреть, хотя это дабл джангл игра, здесь у меня 18 киллов ассистов, здесь у меня 22 килла ассиста, здесь 5-2-8, но она очень быстро закончилась с томпом. То есть, смысл в том, что довольно-таки часто это все происходит. Сейчас, давайте вот так вот. А, нет, здесь не ренгер. Окей. 2-3, может быть, даже 4 килла плюс тимфайты, да, мне дает синий смайт. Я лично это предпочитаю. Теперь, собирать джангл итем или нет? Почему некоторые не собирают? То есть, некоторые люди хотят зарашить Тиамат, потому что Тиамат ренгеру дает очень много демеджа и более быстрый клир. Здесь, я соглашусь, это правда, очень хороший выбор. Тем не менее, я фанат кулдаун редакшн. Частые ганки с ульты, больше голды, быстрее собирайте коры итомы. То есть, я предпочитаю все же собирать полный джангл итем, то есть, варьер. Следующий момент, то есть, если вы не любите собирать варьер, идете в Тиамат. Что собирать дальше? Я советую после этого собирать юму. То есть, не собирать уже варьер, а именно собирать юму, потому что вам юму все же очень и очень нужен для ганков, я также это покажу. Следующий момент, если вы решили собирать варьер, что собирать дальше? Здесь вам скажет 90% ренгра плееров, парни, вы должны идти в гидру, то есть, ну или хотя бы в Тиамат. Почему? Потому что дается больше дэмэджа. Я пропагандирую другую логику, то есть, так играю я. Если я разжираюсь, то есть, если я чувствую, что у меня все хорошо, я иду только в юму, только и только в юму. У меня хватит дэмэджа, ваншот, любую цель, любую. А юму мне поможет до этой цели добежать быстрее, в тимфайтах быть, ну, поприятнее, как бы добегать до цели, открываться и сваливать оттуда после килла, ну или переходить на другую цель, что бывает чаще, когда вы убиваете одну цель, прыгайте в другую цель, прыгайте в третью и пентакил. Здесь вот тоже нужно смотреть, что вам по нраву. Лично, если я не разжираюсь, у меня игра идет плохо, я собираю ворьеры, а потом я иду в тимфат или гидро, то есть, я на юму забиваю и собираю в третьем слоте. То есть, здесь нужно смотреть. Дальше, то есть, собрав три слота, плюс, естественно, ботинок, ботинок, с первым ботинком я не советую бегать. То есть, после ворьера или после там тимфата я советую ботинок делать вторым, вторым энчантом, то есть, ну, имеется импрови, да, и еще я советую как можно быстрее брать энчанта лакайте, потому что вам будет гораздо проще салакрить и ганкать, можете мне поверить. То есть, эти 20 муман спида плюс дополнительный муман спицу льты, ох, боже мой, как же это приятно. Следующий момент, как видите, в этой игре вы можете это наблюдать. Я собрал тринити. Почему? Мне нужно было хп, это раз, я кэрил игру в соло, это два, то есть, буквально в соло, и мне не нужно был ласт виспер, у них не было армора, а я был нереально разожженный. То есть, мне просто банально ласт виспер не нужно было. Я мог собрать какой-нибудь аппетитом и убивать свешки, то есть, я мог ганблейд купить. Я был сверх разожжен. Я, кстати, вам покажу клипы из этой игры. Они очень хорошо показывают, на что способен ренкор и как за него отыгрывать. Четвертым же слотом я предпочитаю собирать ласт виспер. То есть, я советую собирать ласт виспер, и последним слотом многие собирают фантом, потому что он дешевый. И я лично предпочитаю, наверное, все же Infinity Edge. То есть, Infinity Edge дает слишком много дэмэджа, чтобы его игнорировать. Вот в этой игре, как вы видите, эта игра была сложная, потому что я сдох 8 раз. А здесь у меня хикстич. Хикстич я собрал, потому что мне нужен был дополнительный дэмэдж и хоть какая-либо затонкованность. Причем, вот этот вот пикакс я бы пошел в Malmortius, потому что мне нужен был дэв. Ну, клипов из этой игры я вам показывать не буду, но, то есть, хикстич тоже, вы думаете об этом арте. Хотя, лично я советую, если вам прям, ну, нереально нужен Magic Credit Slot, все же собирайте баншо. Будет проще открываться, будет проще сидеть на цели. То есть, если, ну, сверх, естественно, нужен Magic Credit Slot, все же банша. Дальше. Давайте сейчас я покажу клипы, это именно открытие. Сразу скажу, еще раз, эти видео, которые я вам сейчас покажу, сначала будут просто показать комбы, так сказать, сейчас я разверну, ой, е-мое, разверну, когда покажу. Это просто против ботов показать комбы, как они делаются. Замедлений у меня здесь нет, поэтому просто смотрите и запоминайте скиллы, ну, так, как я использую скиллы. Еще, кстати, моментик. те комбы, которые я вам покажу, это не комбы профессионального игрока на ренгере. Профессиональный игрок на ренгере может сделать еще больше. Почему я этого не делаю? Я предпочитаю использовать обилки так, чтобы, ну, не использовать сразу все вместе, да, а, например, если мне понадобится все же какой-нибудь тиамат, да, то я его использую уже в момент приземления, а не в момент полета, хотя его можно использовать в момент полета. Ну, в общем, в зависимости от ситуации, я тоже их использую по-разному. Здесь будут самые базовые комбы, которые вы обязаны научиться делать. Давайте посмотрим, сейчас, видите, какая у меня картинка. Ренгер Керритгнара. Окей, первое видео. Самый банальный момент, то есть, это использование Е в момент полета. Бах, то есть, я приземляюсь, а цель уже стоит в Ешке. Ешку используют, как правило, в момент приземления, я предпочитаю использовать ее чуть-чуть до приземления, из-за этого я иногда ей промахиваюсь. Тем не менее, почему я использую ее все же в момент полета? Гораздо проще в плане механики. То есть, я скажу вам честно, это гораздо проще. То есть, вы тестируете, вы учитесь, потому что, пожалуйста, не надо сразу заходить в рангет и играть за Ренгера. Хотя бы в кастоме используйте эту комбу раза два-три. То есть, бабах, смотрите, в момент полета используется Е. То есть, оп, прыжок, она уже стоит в рутах, я использую Q и прокаст. То есть, это самая банальная базовая комба, которую вы будете использовать на протяжении всей игры и, в принципе, на всех гангах, которых только можно, вы будете использовать именно ее. Следующий момент, это прокаст Ренгера через Q. Но прокаст, когда вы не разожжены, то есть, они различаются. Смотрите, здесь я использую Q до того, как я откроюсь. То есть, смотрите, я использую Q, уже использовал прыжок, сразу еще одна Q, в момент полета, вот тоже, вы, наверное, это не увидите, потому что это слишком быстро, но вы сможете на своем хроме замедлить это в два раза, если вам понадобится, и посмотреть, как это используется. Я использую Q до того, как я прыгнул. И в момент полета я опять же использую E. То есть, у вас проходит как бы двойной дэмэдж из бол и ску, сразу после приземления я использую еще одну Q, использую V, аматы, еще опять же одну Q. Смотрите, еще разок. То есть, оп, банальная ситуация. Это, кстати, довольно-таки сложно, комбо, учитывая, что здесь стояли крипы. Бабах, цель уйти не может, потому что она под замедлением, и дэмэджи входит нереально много. Следующий момент, это простое использование этой комбы. То есть, вот это было довольно-таки продвинуто, учитывая, что здесь были крипы. Здесь довольно-таки простой, когда вы чейзите. Смотрите. То есть, здесь я чейзю, использую заранее. Заметьте, у меня только 8 стаков. Как правило, при таком разжоре у вас будет гораздо больше. То есть, банально используется Q, используется E, и спам Q пошел. Опять же, Теамат V мы использовали, все мы использовали, кроме смайта, потому что мы клоуны. Дальше. А теперь я вам покажу ваншотающего ренгера и как это смотрится. А, да, кстати, заметьте, ваншотаюто я шивану, а там ниндже табит. Представьте, что садекерри будет. Это использование, то есть, это именно ваншот комбо. Мы используем мульт, используем Q, прыжок, в момент прыжка E, спам обилочек, и у меня остается еще одна Q, которая под феросити. И если бы я захотел, я мог бы использовать после импрунда такую еще один Q. В момент полета я использовал Тиамат, Q, то есть, импрунда Q, E, Тиамат, V, при приземлении я сделал автоатаку Q, ну, в общем, одним словом, это было больно. Это ваншотающая Q ренгера, точнее, комбо ренгера, которую вы видите на стримах и там, видео о ваншотающих ренгерах. Просто здесь это, к сожалению, Балашавана, а не Адайкерри. Сейчас я вам покажу, как выглядят все эти дамаг комбо в настоящих играх. Хотя, ну, в настоящих играх я предпочитаю играть все же 100%, поэтому я не совсем так играю. Но мы об этом сейчас тоже увидим и поговорим. То есть, мы вернулись, сейчас я найду момент. А, вот, как ганкают за ренгера. Кстати, сразу я могу, приношу извинения, вполне возможно, это будет лагать. То есть, у меня, я не знаю, почему, я видел это видео о Еве, у меня жутко лагали вот эти моменты, которые я записывал в свечах. Хотя у меня, вот сейчас у меня, когда я включу, лагов не будет никаких. То есть, почему так, не знаю. Система ганков за ренгера. Как правило, до 6 левого вы не всегда ганкайте, ганкайте только лейн, который вы 100% можете убить. И советую их ганкать через флеш, если получится. До 6-го проще всего ганкать мид и еще проще ганкать топ. На 6-ом левле я лично советую ганкать бот, просто спам ганкать. В этой игре у меня была стата 0-1-2, у нас был небольшой файт, у меня был ганк на мид, а потом я ганкнул бот и забрал там 3 килла. То есть, сначала я получил 2 килла на ботлэйне, там Аша фантастически сыграл, скорее я получил 2 ассиста. И потом мы получили еще 1 килл, когда там ошибся вражеский джанглер и подошел, одним словом. И что я делаю? То есть, я не стал показывать первый ганк, там ничего особенного не было. Что я делаю? Я просто возвращаюсь опять и ганкаю сразу. То есть, у меня проходит ульта, то есть, кулдаун ульты, я сразу возвращаюсь и опять ганкаю. Кстати, в этой игре у меня были мобилити, насколько я помню, это мои промоуты в мастер. Смотрим. Как вы понимаете, здесь Даймонд-1 мастер-игроки. Просто банальный ганк, как только я вернулся, сразу прилетаю, сразу убиваю, еще одна бола и радуемся жизни, получаю дабл-кил. В этот момент, в принципе, игра была выиграна, потому что я играю за ренгера. То есть, я стал уже нереально затанкованным. Что происходит дальше в этой игре? В этой игре происходит следующее. Проходит 110 секунд, я ганкаю бот-лейн еще раз. И все. То есть, в этом и идет банальный смысл. Вы заганкиваете линию, забивая на другие линии. Чаще всего это становится бот-лейн, потому что на боте вы можете получить спокойно 2 кила. Я это делаю практически в каждой игре. Если игра идет не по такому сценарию, то это считается сложной игрой. Как нужно ганкать на ренгере? Как вы могли видеть, в этой ситуации я ганкал банально с линии. И это правильный ганк, потому что так гораздо проще попасть им пронутой болой. Если вы ганкаете сбоку, цель может выфлешить, цель может им использовать эскейп-механизм как бы в бок, и вам попасть в болу становится сложнее, плюс она может забиться как-нибудь в крипов и уже из крипов выпрыгнуть. И в этой ситуации я предпочитаю использовать не импровнутый болу, а импровнутый оку. Хотя в Орлигейме она конечно дамажит меньше, чем импровнутый болу, учитывая, что после этого еще ваши тиммейты было дамажить. Следующий момент. А, вот. Это разожженный ренгер. Насколько я помню, да, это другая игра. В этой игре, если честно, я тоже думаю, что это промоутовый мастер, но здесь я не уверен. То есть, может быть, это просто какая-то игра. Что происходит в этой игре? Я просто в соло керилл, то есть откровенно в соло. У меня был ужасный шаг, который всю игру была в мисс позиции. У меня был неплохой озер, неплохой, топ лейнер и посредственный саппорт. Мне нужно было это коррить любой ценой, поэтому я шел на нереальные риски. На протяжении всей игры, где-то после минуты я влетал прямо в толпу и выживал на 5% хп за счет моих рун, кстати, и мастерис довольно-таки дефовых. И этот момент не стал исключением. Кстати, 19 так. Смотрим. Ох, музыку выключим. Просто прыжок в Ариану, причем я открылся здесь ску. В меня используются три ульты. Вот ульта четвертая идет от Нуну, и я выживаю. Давайте пересмотрим быстренько этот момент еще раз. То есть, открывая ску, мне нужно сделать максимум дэмэджа за маленький промежуток времени. То есть, причем АУЕшного. Бабах! Я приблизительно за момент открытия, если учитывать АУЕ дэмэдж, сделал в районе 3000 дэмэджа. То есть, АУЕшного плюс я разделил вражескую команду и они на меня потратили 4 ульты. Как-то так, да. Если вы будете понимать, как в этих ситуациях отыгрывать, то будет все гораздо вам проще и поднимать тело будет, как говорится, очень просто. У ренгера безумный лайфстил, поэтому вот эти вот импрумнутые Q и так далее, АУЕ дэмэджи, они тоже дают очень и очень много. И последний момент, это сверхъестественно банальный момент, который вы должны видеть. То есть, это часть игры за ренгера, причем это обязательная часть. Называется, как бы его назвать, если у вас есть возможность ваншотнуть адекэрии, чтобы рядом никого не было, использовать ее. Или апэкэрии. Что происходит в этом моменте? Как вы видите, у меня странная команда, то есть, они дерутся на топ-лейне, АШа на боте, не знаю, мертвая она была или нет, то есть, я тоже только подбегаю, я бэкался, наверное, или еще что, не знаю. Это вот сразу момент после этого нашора. А у меня команда дерется, и насколько я понимаю, она дерется 3 в 4, но они разожжены под нашором. Здесь я вижу, что Тристана, она тоже далековато от команды, и что она может в этой ситуации делать? То есть, весьма логичный момент, что она будет фармить крипов на миде. То есть, тогда я ее просто убью. Я за ней слежу, что она делает. Смотрите. Да, кстати, музычку выключим. Она начинает двигаться на топлейн, и я понимаю, что мне ее нужно просто перехватить. Это моя обязанность как ренгер-плеера ее перехватить. Я использую здесь Йому, вылетаю, использую импрунт и Ешку, потому что это Тристаны, и она просто падает за глобал кулдаун. Но, насколько я помню, здесь уйдет. Да, к сожалению, он нашел. Вы должны это делать постоянно. За ренгера вы обязаны искать цель, которую можно ваншотнуть. И тогда у вас будет успех. Что я могу еще сказать на ренгера? Ренгер, это персонаж, который потенциально может вас прокаррить на 25 дивизионных вверх. Без шуток, на 25 дивизионных вверх. Вопрос в другом, как вы его реализуете, насколько вы будете ленивы, то есть будете ли вы ленинцы учиться делать эти комбы, думать башкой и пытаться керрить свою команду, а не просто играть на отшибись, дохнув за этого ренгера 15 раз и не делал за каждую игру ничего. Банальный пример это мой аккаунт. 17 винов на 1 луз и луз был Double Jungle. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр, это вам был Коутон, я очень надеюсь, что вам поможет это видео, когда оно выложится, это загадка. Но, скоро выложится. Пока!